Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы продолжаем играть в игру Brutal Street 2 или Жестокие улицы, вторая часть. Но это еще не все ребята, сегодня наступил тот долгожданный момент, ради которого в принципе я и играю и играть еще будем. Мы приобретаем последнего героя, который сегодня у нас появится, а это именно волшебница. 250 алмазов у меня есть, поэтому сразу же бежим в магазин и будем ее покупать. Так, вот здесь вот, для начала мы купим с вами недостающие нам монеты. Так, 1000, да, значит нам дается, покупаем, есть. Ну и теперь уже, естественно, покупаем с вами контракт на волшебницу. Вот она, новый гангстер, могиня, могиня, я богиня уж думал. Так, чародейка, мастер своего дела, ее магия потрясает, ей нравится веселый боксер и она вступает в банду, чтобы быть рядом с ними, наверное, так они хотели сказать. Ну что же, я этому очень рад. Так, и что у нас, еще 692 монеты остается, и это значит мы, наверное, с вами купим... Ох, сундучок хочу. Так, здесь смотрите, тепловой коготь, стальные перчатки-кастеты и набор стального волка, то есть может выпасть. А здесь у нас рождественская волшебная палочка, карты снеговика и рождественский набор. Хм, а кого же... Я даже не знаю, набор стального волка. Мне такое впечатление, что вот это вот все идет на наших других бойцов, а вот это, скорее всего, именно для нее. Поэтому я, наверное, куплю вот этот вот сундук. Давайте. Так, мы его сразу же открываем. О, у нас еще новое испытание. Я робот называется. Обязательно мы в него поиграем сегодня. Так, ну-ка, где у нас зал кунг-фу? Блин, и продолжение сюжетки хочется дальше делать. Но это все чуть-чуть попозже. Так, ладно, давай, наверное, здесь мы быстренько откроем. Что такое? Ах ты, елки-палки. Вот тебе раз, ребята, не хватает. Ладно, 13 минут надо будет подождать, когда у нас откроется маленький сундук. И потом уже я активирую вот это. Тут, тем более, всего 5 минут. Хорошо. А пока мы с вами перебираемся к этой героине и посмотрим, что же она умеет. И какие у нее есть таланты. А ну-ка. Так, давай посмотрим вот этот вот. Марионетка. О, всего 10 долларов. Конечно, приобретем сразу же. С помощью магии призывает марионетку с 80% параметров магини. Марионетка атакует врагов. Время перезарядки 35 секунд. Отлично. Хорошо. Так, давайте-ка мы по-быстренькому прокачаем вот эту вот первую ветку. И у нас вот еще тут. Смотрите, что это такое? Палочка лечения. С помощью магии призывает на 20 секунд кристальную палочку со 100% параметров магини. Палочка лечит окружающих союзников. Время перезарядки 40 секунд. Хо-хоу. Слушайте, так это у нас получается боевой хиллер, что ли, так? Обязательно надо будет протестить это дело. Так, давайте, наверное, вот здесь вот еще доучим. Вот так вот, чтобы полностью здесь все было. Ну и смотрим, что же у нас тут дальше появляется. Меня интересуют именно вот эти вот мощные скиллы. Так, давайте почитаем. Быстрая марионетка, да? Уменьшает перезарядку. Понятно. Здесь увеличивает АО. То есть ОА марионетки выбранной, короче, на 20%. А вот это что такое? Марионетка солдат. Если выбрана волшебная палочка, атаки марионетки лечат союзников с самыми низкими ОЗ. И если выбраны карты, призывает две марионетки с 60% параметров Могини. То есть получается, у нас есть у Могини определенные там атаки, магия, сила удара, да, защита, ХП. То есть, я так понимаю, марионетка будет 60% от основного нашего персонажа. Это я считаю вообще круто. А причем две марионетки, это вообще шикарно. Так, а что это такое? Увеличивает ОА призванной лечебной палочки. Понятно. Блин, жалко мы, конечно, не можем с вами увидеть. Я думаю, что навряд ли у меня хватит до третьей ветки. Да, тут нужно 3600. Придется опять копить. Но в любом случае нам нужна вот эта вот штука. Обязательно. Это, я считаю, основной скилл будет у... Почему? Могини. Давайте волшебницей ее называть, потому что язык сломаешь. Короче, делаем вот так вот. Тем более, здесь нужно-то нам совсем ничего. Это, грубо говоря, так, 1250 у нас и тут 3600. Так, ну, 2400, скажем так, грубо говоря. Все это довольно быстро накопится. У нас деньги, мы зарабатываем неплохие. Единственное, что, по-моему, у меня так же, как и на вампира, для нее нету одежды. А это очень плохо, ребята. Без одежды ей здесь делать нечего. Так же, как и вампиру, в принципе-то. Почему я за него сейчас пока и не играю? Он ждет своего момента. И, как мне ребята написали, нужно сходить и подраться, если мы хотим добыть шмотки, на арену. Где у нас арена? Я уже забыл, ребят. Что-то я не вижу арены. Так, уровень сложности нормальный. Не здесь ли она случайно? Нет, что-то я не пойму. А где же у нас... Где у нас арена? Я же знаю, что должна быть где-то вот в этих районах. Хм. Я что-то не понял. Ребят, что за косяк? Куда арена-то делась? Ну-ка, давай. Нормально. Я не понял. Она не всегда появляется, что ли? Так, тут у нас все как полагается. Здесь должен быть бойцовский клуб у нас. Или, опять же, здесь по определенным дням это все дело у нас открывается. Так получается? Другого, как говорится, объяснения этому я не могу найти. Черт подери. Вот тебе и сходил на арену. Ладно, хорошо, ребят. У нас в любом случае с вами есть новое испытание, которое называется Я-робот. И мы на него пойдем обязательно. Сейчас состав команды, я оставляю вот этот, который вы сейчас видите. Против нас будет робот боевой. Вызывать будет вот этих вот мелких роботов, которые взрываются. Не забываем об этом. А вот это уже рандомно. Кто-то будет появляться. В общем, я думаю, что пора приступать к этому испытанию. Кстати, в магазине мы больше ничего не можем взять. По-моему, нет. Абсолютно ничего не доступно. Но жемчужины... Ой, жемчужины. О чем я говорю? Это у нас магазин черный жемчужины. А монетки нам все равно, ребята. Придется копить. Я хочу себе ячейки развивать. В общем, стоит оно того, стоит, чтобы проходить ее дальше. Так что поехали. Ну-ка. Очень хочется мне посмотреть, как у нас здесь пройдут дела. Ага. Так, стрелок без оружия. Блин, ну хорош. Он еще и заключенного обул, а. Дай что-нибудь хорошее, пожалуйста. Дай хорошее что-нибудь. Черт подери, радиацию повесил. Сейчас от часу не легче, ребят. Ирон Видофф. Да я понял, понял. Так, хорошо. Давайте приступать. Отойди, отойди, хилка. Так, нужно... Ай, провокацию хотел. У нас же нету, ребята. Оружия нету, поэтому без провокации пока будем. Давайте обстреливать. Неуязвимость хотя бы поставим себе. Ну. Че он там затихарился? Я не пойму. Давайте его в тюрьму. В мусорную захватим. Оу. А ему че, пофиг что ли? Не по... Тихо ты, куда идешь? Так, вот этих вот надо уничтожать. Роботов. Ну. Так, один готов, по-моему. Прыгаю. Куда он исчез? Где он сейчас появится? Ё-моё, я пропустил, по-моему, ребята. Этот момент. Он сейчас куда-то прыгнет. Так, отойдите вы все от меня, пожалуйста. Давай, давай, давай. Оу, понял я, куда он приземляется. Ха-ха-ха. Промазал. К нашему счастью. Так, тихо взрывается. Дальше продолжаем. Куда он там? Куда он там? На моего стрелка хочет? Нет. Этому не бывает. Так, отойди. Отойди, я же говорю, заключенный. Отойди, пожалуйста. Не надо туда влазить. Так, теперь он на боя переключился. Да что ж ты будешь делать-то, а? Со всех сторон сплошная атака идет. Так, я делаю неуязвимость. Ё-про-сете. Вот только этой мне и не хватало, девочки. Да-да-да-да-да. Тейка. Вот тебе и тейка. Все, ребят, я начинаю вертушку делать. Тут осталось-то совсем маленько. Теперь молнии от боя. И капсулу еще выставим. Отойди, пожалуйста, оттуда. Что-то как-то... Ага, вот она где. Пошла. Так, ребят, тут у нас дробовик лежит для нашего стрелка. Это не будем пока брать. Расстреливаем. Так, отойди. Смотри, 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 что делает. Она своего уже этого, робота подбила. А вот эту трогать не надо, я тебе скажу. Так, срочно хиляемся, потому что у боя очень мало здоровья. Так, и отходим. Слушайте, у меня очень много ребят попадает под взрывы. Бой, отойди оттуда, пожалуйста. Фух, повезло. Вертушку применяем. Блин, все на хилку. Давайте сделаем ей на всякий случай щит. И выпустим молнии от боя. Так, отойди. Улетаем. Бочки полетели, блин. Так, надо ее немножко, наверное, сбить. Все, пока хорошо. Хилка, уйди. Давайте немножко за руль себе подправим. Я не вижу, где у меня стрелок. Где мой стрелок, а? Давайте защиту на хилку поставим дополнительную. И уведем ее оттуда. Так, делаем неуязвимость на заключенного. Бой оттуда убираем. И бомбим вот этим лучом. Отлично. Также ее в помойку. И вызываем капсулы. Все, короче, ребята, по стандарту. Я не могу понять, где у меня стрелок-то. И стрелка не вижу. Да он у меня делся-то, а? Так, надо глянуть. Ага, вон он на самом верху был. Ё-моё. Неприглядный ты наш. Вертушка поехала. Слушайте, он меня уже достал. Вот этот вот робот, честно говоря. Надо его валить уже. Достал в корень просто. Так, бой, отойди. К тебе робот там бежит. И ты уйди тоже. Все, что ли? Хе-хе. Проще паренной репы, я бы так сказал. 168 долларов мы получаем. И две монетки. Сундук среды нам достается. Отлично. Так, сколько еще? 4 минуты. Фух, совсем немножко нам осталось. Ладно, ребята, мы с вами прошли испытание. Кстати, насчет кооператива онлайн. Сколько раз я сюда заходил, ребята. Никак не мог никого найти. Проходил в одиночку, вам сразу скажу. И это полная, полная жесть. Вот здесь вот я агента паука валил. На других я почему-то не смог. Не справился, ребят. Такая там жесть. Там вот такой же паук был, который сейчас в испытании. Но поверьте мне, здесь все намного, намного сложнее. В разы я-то сказал. А вот сюда я ломанулся. Меня просто заколбасило. И причем вот буквально вот эта вот могиня со своими роботами-солдатами, которые там выбегали и чикали меня. Там их, представляете, тут четверо, и она еще двоих. Их шестеро против меня, четверых. Даже, да, четверых. В общем, никаких шансов не было у меня там. И я вот решил, знаете, думал, создать комнату. Там ее и создаешь. Но почему-то никого в нее не заходит. Никто в нее не заходит. Так, конечно, было бы хорошо, да? Шестеро против шестерых. Просто отлично. Но, как видим, ожидания игроков. И вот так вот я очень-очень долго ждал. И никого не дождался. Очень, конечно, жаль. Жалко. 30% потенциала игры просто теряется из-за этого. Даже, видите, список комнат нету. Может быть, конечно, это еще не доработано все. Но хотелось бы, конечно, с ребятами, с другими подраться. Против боссов. Хорошо. Здесь, в общем, мы разобрались. Испытание мы прошли. Арену я также не могу найти. Ее нету. Печалька. Здесь, кстати, нужно пройти будет на ранг С. Меня не устраивает эта буковка Б здесь. Ну, в принципе, и вот здесь две буковки Б и А. А это вообще ничтожно мало. Так, ну что же. Блин, так хотел сегодня потестить Могиню. Хотя, в принципе, я могу, ребята, ее потестить на начальных уровнях. Хотя бы посмотреть на нее, да. Я думаю, что вы со мной согласитесь. И это будет у нас вот. Давайте возьмем вот этот вот уровень сложности. Ну, не сложности, а этап. И состав своей команды изменим. Например, мы уберем с вами стрелка. Давайте уберем. Нет, хотя лучше боя мы уберем. Так, он покинет команду. Ну, а Могиню, конечно же, возьмем. И наденем ей вот это вот колечко, которое только лишь у меня осталось. Так, усилить. Усилить. Нет, это мы усиляем кольцо, а не Могиню. Ну что же. Давайте просто по-быстренькому с вами глянем. Ванчай. Погнали. Блин, надо было хотя бы уровень сложности немножко побольше сделать. Хотя она у меня вообще не одета ни во что. Ну-ка. Блин, красота какая. О, вы посмотрите. Просто красота. Что ты у меня можешь делать? Давай посмотрим вот этот вот скилл. Хочу посмотреть, ребят. Так. Где, где этот робот? А, вон он. Смотрите. Маньяк такой вышел. С тисачком. Вот о чем я вам и говорил, ребят. Смотрите. Довольно круто все это делается. И у нее еще есть вот такая вот палочка. Ага. Которая хилит моих ребят. Да это ж просто превосходно. У меня других слов нету, ребят. Да, Могиня это просто какой-то убер класс, я считаю. Так, отойди. Но хилка есть хилка, ребята. У нее, сами знаете, есть определенный скилл, который, наверное, у Могиня никогда не появится. Это рез. Рез погибшего моего бойца. Я считаю, что это хорошо. Да, кстати, смотрите. Она не может так же драться. Значит, это все-таки не боевой. Нет, она боевая в плане того, что может вызывать вот этих вот кукол. Но атаковать она сама ничего не может, к сожалению. Ладно. Давайте посмотрим еще раз. Мне нравится. Смотрите, руку такая сует туда. Куда-то в бездну. И появляется этот клоун. Причем он сам бежит к врагам. Абсолютно сам. Даже не нужно его направлять. Я считаю, что это очень классно. Потом, ребят, мы со временем прокачаем ей еще скиллы. Скиллы вот здесь вот, не забываем, будет самый главный у нее скилл. И очень хорошо бы было его протестить. Так, собираем баксы здесь. Они нам пригодятся в дальнейшем. А так, я вот даже не знаю, есть ли смысл нам брать и хилку, и магиню. Нет, на первых порах, конечно, пока она у меня не прокачанная, хилка никуда у меня из моей команды не уйдет. Но надо прокачать и магиню. Так, 86 долларов. Отлично. Бейсбольная кофта. Что тут такое? Что вы мне показываете? А, могу открыть. Давайте откроем, посмотрим, что здесь у нас выпадет. Хи, чушь собачья. Ну что? Ого, 6 часов. Нет, давайте-ка мы вначале вот этот вот сделаем. 5 минут уж подождем с вами. Потерпим. И я думаю, что есть смысл нам с вами перейти в сюжетную линию и хотя бы дойти до босса. Ну, естественно, мы уберем из команды магиню. Магиня. Пока, до свидания. И забираем боя. Многие говорили, зачем тебе два стрелка в команде? Ребят, смотрите. Фишка такая. У меня боксер, да, ближний бой. Он отвлекает на себя врагов. Естественно, его со всех сторон мочат. Вот. А в этот момент у меня стрелки их расстреливают. Понимаете? Я вот пробовал брать двух бойцов. Это вот у меня боксер и заключенный. Тоже никакого смысла нету. Они ближники. И атака у боксера намного-намного слабее, чем даже у того же самого стрелка или у боя. Есть, конечно, вариант взять ассасинку в команду. Тати. Но, понимаете, дело в том, что она у меня не прокачана по талантам. У нее не все. Видите? Вот эта ветка вообще еще пустая. Хотя здесь и особых-то ударов нет. Но вот это вот за исключением. Сухожилие, да? Есть шанс в 50% сбить цель с ног. Но это практически у всех. Вот этот удар сбивания с ног. Вот. И вот здесь вот, смотрите, ядовитый клинок. Тоже нужно прокачать сам. Видите, это все недешево стоит. Я все усилия прилагал к тому, чтобы открыть нам вампира. Чтобы нам открыть, вот, в конце концов, могиню. Есть, конечно, шанс, что я ее раскачаю. Да. До упора, до конца. И поменяю. Либо вместо боя поставлю, либо вместо стрелка. Хотя стрелок у меня практически убер прокачанный. Так, давайте-ка посмотрим, как у меня. Все ли у него вообще раскачано. У моего стрелка. Да. У него практически все прокачано, кроме вот этих вот последних скиллов. Но вы не забывайте, что еще здесь у нас вампир есть, которого тоже нужно... Подожди-ка. А у нас что, последняя ветка? А, нет. Мы вот это вот с вами не дораскачали. 4800. Ну, это уже, конечно, дороговато для меня. У нас, короче, будет вариант. Либо накопить алмазы, потом обменять их на доллары. И либо... А что? А другого варианта нет. Либо копить просто баксы. Ну, это надо будет опять заморачиваться с этими, с аренами. В общем, копить доллары, одним словом. Ну, а пока, если мы еще, кстати, с вами не успеем до этого времени пройти вообще игру. И, как мне сказали, что здесь вроде бы должно быть продолжение. Вот здесь вот. Сейчас почему-то нету стрелочки, чтобы я мог туда перейти. Буквально на днях она еще была. И мне сказали, что здесь будет седьмой район. Там будет главным у нас вампир. В общем, мы это все с вами проверим. Убедимся лично. Так, врага ли к моду? Я думаю, что пока нету смысла заходить. Мы с вами все, что здесь нужно было, купили. Если только лишь вот ячейки покупать. Так, 2000. Вы смотрите. Ох, 500 алмазов. Это... Это серьезно, ребят. Но все равно, можно будет как-нибудь походить, побегать. Но это уже буду я отдельно делать. Так что, давайте будем с вами продолжать зал кунг-фу. Первая комната. Погнали. Ух, собрались, как говорится, силами. Ну, где кто? Понятно. Обычные бандиты пока идут. Для нас это не сложно абсолютно. Да давай ты уже что-то пробить, что ли, не можешь. Так, стрелок, отойди. И начинаешь шмалять. Ты куда прешь, а? На кого ты батон крошишь? Смотри, он хочет. Так, отойди. И вот этого стрелка нужно валить. Бум, готов. Так, теперь якудзу. Куда он там хочет прыгнуть, а? Ха-ха-ха. Промазал. Так, стрелок, давай-ка вот этого вот охламона мы с тобой чикнем. Тьфу, улетел пулей. Слушай, достали уже эти стрелки. Давай-ка мы вот так вот с тобой сделаем. Черт, тебя подери. Куда он прыгает, а? Давайте молнию запустим, цепную. Оу, роботы идут. Взрывающийся. Так, бронежилет мы с вами взяли. Защиту. И крит. Урон. Вертушка пошла. И стреляем. Подхиливаться пока нет смысла, ребята. Будем беречь. На боя пруд, смотри, что делает, а? Вот этот вот охламон. Вот так вот, чтобы не выделывался тут сильно. И давай еще капсулу применим. А теперь вот сюда телепортируемся и лучом их поджарим. Все отлично. Все очень хорошо. Черт подери, он же в помойке был. Как он мог сделать этот удар? Хитрец, ничего не могу сказать. Ну где остальные враги? Жду, я вас жду всех. Стрелок, давай бомби. Так, вот этого вот сейчас мы охламона прижучим. Молния пошла. Так, тихо, ассасинку. Ой, ассасинку. Хилку мою не трогать. Я никому этого не позволю, чтобы я кто-то обижал. Так, давай-ка мы с вами вот этого, наверное, в помойку возьмем. Вызовем капсулы. А он готов, в принципе. Тогда этих добьем. Так, я вижу, вышел робот, но он не дойдет. Да, он не дошел. Здесь мы собираем баксы. Давай-ка вот сюда вот. Слушай, бросаем сейчас с вами биту. Провокацию на себя. И уже вот здесь вот, наверное, сделаем вертушку. Блин, стрелок не попал под нее. Черт, это плохо. Тогда лучом. Не добили, к сожалению. Ты смотри, что делают, а. А ну-ка, пошел отсюда. Тебе здесь не рады. Давай стреляем. Эй, тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди, какого лешего? Ты посмотри, что происходит, ребята. Чуть было не продинамил своего этого тюремщика. Фух. Вовремя-вовремя я увидел это дело. Еще один жирный, а. Поезд пассажирный, а. Получил свое? Так, давай, вертушка, копись. Что ты будешь делать? Давайте молнию тогда. И одного из ниндзи придется нам с вами вот так вот схватить. Называем капсулы. Также мы сюда сделаем ливень из пуль. И подхил. Как вариант, ребята, должно прокатить. Отойди. Сделаем вот так вот себе защиту небольшую. Ну что ты все не можешь совладеть с этим толстяком? Уже достал он там, на самом деле. Ты тоже достал ниндзя? Все, ниндзя готов. Укрепим свою хилку и начнем, пожалуй, бомбить вот этого Якудзу. Что-то он тут раздухарился, я смотрю. Но. Жду следующую партию. И она себя не заставила долго ждать. Пропишем лучом. Отлично. Так, мы его схватим, ребят, чтобы он там не дергался. А пока разберем Якудзу. Ну. Блин, он в сетке не может ходить. Так, еще там сетка. Уже на боя пошла, да? Хорошо, цепная молния пошла. Все, жирный тронулся, как говорится. Лед пошел. Догрей ты его. Нормуль. Ребят, вертушка. Пришло время для нее. Защиту дополнительную. И давайте стрелять. Стрелком своим. Он бедный, я же не знаю. Так, а вот это вот не нужно нам здесь. Все, пускай это пока полежит. Мы ее также еще вот так захватим. Обездвижим. Смотри, смотри, Якудзу идет на хилку. Больше ему верю, смотри. Ха-ха, и такой облом для него. Сейчас мы его шлепнем по-быренькому. Там еще робот идет. Давайте, вот так вот, чтоб не вякали здесь. Ну. Давайте все сюда, все сюда идите. Вертушка, как говорится, для вас уже созрела. Поехали. И амбал идет. Так, с амбалом у нас, ребята, разговор должен быть коротким и быстрым. Давай-ка вот сюда. Молния цепная пошла. Так, пока, ребята, ничего не делаем. Хилиться не будем. Здоровье вроде бы нормуль. Лучом прожигаем стрелка. И кого бы нам... Давайте амбала, наверное, мы захватим. И капсулу. Я думаю, что капсулу добьют, наверное, вот этого ниндзю. А, видите, капсулу решила все-таки подхилить. Ну, ладно. Пускай будет так. Готов. Готов и готов. Да, ребята, и мы прошли. Блин, чудом опять же у меня уцелел бой. Ранга С нам не видать. Потому что у боя очень мало здоровья осталось. Эх, жаль. 164 доллара. Плюс нам достаются перчатки. Восстанавливающие. Перчатки законника. Редкие причем. Блин, ну как же так-то, а? Ранга. Меня это не устраивает. Ну, что здесь нам достается? Рождественская... Так, палочка? Какая нафиг эта палочка, когда это рождественская шляпа? Редкая. И 6 часов, ребята. 6 часов будет разблокироваться. Блин, вот такой сундук самый смачный. В нем столько хороших плюшек выпадает, ребят. Ну, 14, почти даже 15 часов нам ждать придется. Так, а я пока посмотрю вот эту вот шапку. Это наверняка для нее, да. Хоть что-то, как говорится, будет. Давай-ка наденем. Во! Что это, у нее нос красный, что ли? Или мне показалось? Да, да, ребят, смотрите. Оп, у нее сразу красный нос. И клипсы большие. Ну что же, хорошо. Потом, если ничего лучше не будет, я, естественно, буду усиливать. Ну, пока я в этом не вижу смысла. Потому что у вампира, кстати, тоже есть что усиливать. Это тот же самый ионный меч. Это даже не меч, а рапира. Фух, ну что же. Поехали, давайте глянем теперь вот этот вот. Что у нас здесь? Зал кунг-фу, вторая часть. Или второе, это зал. Неважно, не имеет значения. Все равно будем сейчас смотреть. Блин, ну как же бой меня все-таки подвел? А под конец у него очень мало ХП стало. Из-за этого я ранг С не получил. Как так могло бы получиться? Ума не приложу. Так, давай-ка обстрел сделаем. Так, тихо, прыгает он здесь. Подожди. Так, меня не устраивает расклад. Смотри, он на нее прыгает. Вот это хорошо, ребят, когда он идет, да, на хилку. И в то же время он ничего ей сделать не может. А мой заключенный в этот момент просто бомбит по чернаку. Так, ниндзя, ты меня достал. Давайте молнию запустим. Пока все круто, все хорошо. Мы вот так вот еще немножко их поджарим здесь. Ага, да выделывались. Слушайте, двое очков. Блин, и все схватил бой. Вот жаденая. И опять у нас тут идут роботы. Мелкие засранцы. Так, где, где кто? Так, тут у нас хилерша, да? Нет, давайте вот так вот сделаем. Так, а вот этого вот говнюка надо отсюда убрать. Вертушка созрела. Бой, отойди, пожалуйста, оттуда. Нет, так дело не пойдет. Мимо. Мимо все это дело идет. Чуть-чуть вот сюда мы с вами телепортируемся. И теперь уже есть смысл применять луч. Тихо. Отойди, не трогай. Блин, задел все-таки стрелка. За это он поплатится, ребят. Как пить дать поплатиться. Ну, амбал, падай уже. Хорош выделываться. Так, бой, вот сюда переместись. Доллары. Так, давай-ка мы возьмем, наверное, заключенным. На меткость или на крит, я уже не помню. Куда, куда ты прешь, амбал? Куда ты прешь? Надо ставить защиту нам ей. И я думаю, что вертушка. Да, вертушка пошла. Также пойдет молния. И дождь. Из пуль. Мы вот этого еще должны, наверное, шваркнуть. Готовы. Так, что у нас по здоровью? Надо подхилиться маленько. Ага, хорошо. Так, надо неуязвимость применить. И добиваем уже этого амбала. Все, робот тоже упал. Ах ты, смотри, тут хилка у нас, оказывается, появилась. Я ее даже не увидел, ребят. Все, телепортируется втихаря. Бандит, ты далеко собрался, а? Ниндзя тут еще появился. Блин, даже два. Сейчас, сейчас, разберемся. Вертушка. Ну, добили. Все отлично. Ты куда попер, а? Ты куда попер, я тебя спрашиваю? И опять выходит амбал. Поэтому надо свертухана. Опа. Вот эту мы сейчас охламуку, ребята, завалим. Слушай, ниндзя, ты меня достал. Что-то у вас тут дофига слишком. Ну-ка, давай вот так попробуем забомбить. Надо нам немножко подхилиться. И сделать неуязвимость. Так, эти готовы, охламоны. Следующий этап не забываем, ребята, у нас с боссом. Вот думаю, стоит ли проверять или нет, а? Ух, будет, наверное, жесткач. Мне написали, что там у нас будет стрелок с монахом. Можно, в принципе, глянуть. И посоветовали в первую очередь убивать стрелка. Потом уже монахом разбираться. Так, нам обязательно нужно подхилиться. Потому что у хилки мало здоровья было. Ну что ты там, якудзочка, ё-моё. На, блин, получил своё. И опять ниндзя выходит. Молния пошла. Сразу же капсулы. Отлично. И стреляем. Нет, 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 нет. Ничего у вас не выйдет тут, ребята. Ой, мало каши ели. Не то, что у меня, ребята. Идём сюда. Надо провокацию, наверное, брать на себя, ребят. А, хотя тут... Нет, по-моему... Да не, всё нормально, ребят. Всё пучком. Снесли. Так, я не знаю. Давайте вот здесь, наверное, сделаем. И вертушка, я думаю, никому ещё не мешала. Лишняя. Щит на нашу хилочку ставим. Да ты достал уже тут бродить, бродяга. Так, и лучом, я думаю, сейчас прижучу. Блин, лучше-то как-то слабо бьёт. Вроде бы раскачан хорошо, но... Недостаточно этого. Дай-ка я защиту на своего заключённого поставлю. Куда, куда, куда этот робот прёт? Вот кто мне скажет. Не дошёл. Слушай, ты достал, Якудзо, а? Преследуешь мою хилку. Ну-ка, давайте-ка... Ага, вот и амбал вышел. И бьёт. Нифига он ударяет. Довольно серьёзные удары у него. Так, делаем провокацию на заключённого. И я думаю, что пора отправлять его в бой. Против этого амбала у нас все шансы есть, что мы его победим. Так, это кто? Ворюга идёт. Блин, ворюги только тут не хватало. Хотя здесь он не ворует оружие. Он ворует здесь лут, который якобы валяется. Ну. Давай, всех накроем здесь. Блин, нифига не накрыли. Эй! Вот так вот. Отлично. Нужно хиляться обязательно, ребят. Потому что здоровья у заключённого мало. Амбал готов. И этот тоже готов. Осталось две лечки. Уже не одной. Ну что же, ранг С должен нам достаться. По идее. Ну-ка посмотрим. Ну да. Сейчас всё было хорошо. Так, четыре алмаза мы получили с вами. Плюс 200 долларов. Так. И... Одежда мстителя, потрошителя. Сундук с наличкой. Вот это хорошо, ребят. Фух. Ещё бы один кристаллик и мы смогли бы с вами открыть сундук. Хотя тут... Блин, нет. Этот сундук мы с вами не откроем, потому что он 34 стоит алмаза. Нам придётся ещё очень долго качаться. Ну что, давайте, наверное, просто хотя бы глянем, ребята, что у нас всё-таки здесь за босяра. Не знаю, смогу ли я его победить или нет. Потому что вот этот вот босс на самом деле довольно силён был. Даже очень силён. Так что поехали. Зал кунг-фу 3. Фух. Была не была. Алмазы можно поменять на наличку. Да, это я знаю. Это я в курсе. Ну, кто где? Так, начинает опять... Простые бандиты идти. Якудза тут вышел. Ага, вот он. Вот он, монах, ребята. Монах, как говорится, прибыл. Ух ты! Стрелок! Действительно стрелок, ребята. И, как мы видим, он с каким-то таким обалденным дробовиком. Так, слушай, достали меня здесь вот эти все охламоны, если честно. Лишь бы этот стрелок не начал стрелять, ребята, по хилке. Слушай, надо хилиться. Так, отойди, стрелочек, пожалуйста, оттуда. Кто там что делает? Я не пойму, я. Что за кавардак? Бой, бой, бой. Тихо, тихо, тихо. Щет! Отойди, хилка, пожалуйста, отойди, сейчас прыгнет. Фух. Так, теперь он переключился, видите ли? Так, отойди. Да я говорю заключенному, отойди. Да, действительно, по-моему, нужно здесь валить в первую очередь. В первую очередь нам нужно здесь стрелка бомбить, ребят. Ай, бой, пострадал. Слушай, этот монах достал уже, действительно. А так ходит и ходит, блин, по пятам. А ну-ка, вертушку. Да мы даже не попали. Да отойди ты оттуда. Да отойдите вы все. Да что же вы стоите-то, не слушаетесь меня, нифига, а? Блин, да что же за такой беспредел здесь творится, ребят? Хилимся. Так, бой, отойди оттуда. Не видишь, что ли, что он тебя колбасит там? По черноку причем. Давай разбросаем этих гадов. Так, запускаю я, короче, молнию, ребята. Так, и обстрел. Неуязвимо сделаем. Провокацию на себя берем. Так, и сразу же схватим этого стрелка. Он тут задолбал просто, ребята, бегать. А какого... С какого ты перепуга, интересно, пробежал? Ты заключен был в эту фигню. Как ты мог двинуться? Непонятно, ребята. Это, конечно, все было. Придется все это очень быстро делать, отхиливаться. Куда он идет? Он идет у меня за моей хилочкой. Надо его потихоньку бомбить. Так, у меня ни у кого нет никаких ударов суперских. Да ты давай, уйди. Стрелка. Блин, стрелка все-таки наказал, гад. Так, ты достал уже, Уингер. Заключенный, что у тебя есть? У тебя сейчас неуязвимость созреет. Все, я неуязвим, ребята. Так, схватим его, чтобы он далеко не убежал. И запустим молнию. Да как он может перебегаться-то? Я не понимаю, ребят. Черт подери, вы посмотрите, что тут произошло, ребята. У меня погиб. Но это ненадолго, ребята. Я его рисану обязательно. Капсулы применяем. И сразу же отхил. Так, провоцируем. Все, осталось тут немножко здоровья, ребята, у этого стрелка никудышного. Получите, гаденыши. Так, стрелка не стало, я смотрю, да? Да, ребята, его не стало. Отойдем. Делаем неуязвимость и продолжаем этого монаха бомбить. Нужно похиляться обязательно. Так, тихо. Нет, нет, никаких. Да как ты можешь так делать? Я вот этого... Тихо, подожди, подожди. Вертушку не надо пока. Это рана. Вот, авихило. Ты посмотри, распрыгался, гад, а? Давай, давай, давай. Отходим от этого удара. Да что ж ты будешь делать-то, а? Мне не хватало, чтобы он еще раз завалил мне моего боя. Теляемся. Заключаем его в эту фигню. Капсулы. И сейчас я еще попробую, ребята, мегалучом пробить его. Хорошо все получилось. Так, ставим на хилку защитную ауру. Сюда вот так вот делаем защиту. И поливаем дождем. Блин, он прыгать собрался, ребят. Он собирается таранить. Таранул все-таки, а? Ну, хламон. Сейчас ты допрыгнешься. Есть. Да, ребята, пробили. Но, по-моему, ранга АС мне не видать, потому что у боя маловато здоровья. Меньше 80%. Хотя нет. Все прокатило. 168 долларов мы получаем. Плюс платье Мико. Почему Мико, когда оно на стате? И у нас тут, ребята, остается что? Бой. Потом босс. Потом еще два боя босс. Ну, короче, все хорошо. Но это мы уже с вами будем продолжать в следующей серии. Так что, всем пока. Всем удачи. И до новых, ребята, видуисков. Субтитры сделал DimaTorzok